Приветствую вас Ирина. Первое, что хочу сказать, это попросить прощения за то, что вам пришлось ждать больше, чем я хотел бы, моего ответа, потому что пришлось решать некоторые проблемы сегодня на сайте, произошла не очень приятная ситуация, в общем, попрошу меня извините. Что касается вашего вопроса, то он довольно сложный, как и все, что касается вопросов воли, вопросов мотива и вопросов волевой регуляции. Дело в том, что у вас есть несколько факторов, которые влияют на то, что сейчас с вами происходит. Это, во-первых, образ жизни, который вас очень сильно выматывает, который отличается цикличностью, отличается частой постараемостью и однообразием, что по сути дела очень человека выматывает. Далее, вы сейчас живете не для себя, то есть вы живете для детей, этот момент тоже снижает возможность для вас ощущать, что вы делаете то, что вы делаете именно для себя, а не для других. И это, естественно, естественно, мотив именно стараться что-то в своих интересах сделать, очень сильно снижает. Но, отвечая на ваш вопрос именно конкретно, что можно сделать и как, нужно сказать так, в вопросах воли, в вопросах мотивации есть два взаимосвязанных элемента, два подхода, два направления, если хотите. Это акцент внимания и поиск новых смыслов. Повышение количества мотивов для того, чтобы выполнить определенные действия. И начнем мы с несколько более, наверное, простого, это повышение мотивов, увеличение их числа. Допустим, речь идет о утренней зарядке. Вы знаете, что вам она нужна, но не занимаетесь, потому что не видите ни конкретного результата от своих занятий, или он вас не выстраивает, ни негативных последствий от того, что вы не занимаетесь. И решение проблемы здесь заключается в том, чтобы либо придумать себе мотив более хороший, то есть для чего еще можно заниматься. Скажем, например, не только ради здоровья, но чтобы, допустим, повышалась ваша выносливость, которую вы можете потом обратить для детей, тем самым больше внимания им уделять. Повышение своего общего физического состояния, чтобы, скажем, легче справляться с проблемами и так далее. То есть нужно расширять мотивационную сферу. В том, что касается позитивной стороны вашего занятия. Можно напротив, более серьезно подумать над тем, к чему приведет отсутствие необходимых упражнений для вас. И для этого необходимо посмотреть примеры таких, почитать про вред, посмотреть видео, если есть, посмотреть фотографии, описания, комментарии людей и так далее. То есть воочию представить себе то, что с вами будет, если вы не будете заниматься тем, чем вам нужно. Чтобы понять, осознать, что результат негативный, который сейчас вам не видится, которого сейчас вы не замечаете, обязательно даст о себе знать. И даст о себе знать страшно. И это нужно увидеть. И каждый раз, когда вам не хочется заниматься, необходимо представлять себе в сознании вот эти образы. Либо позитивные, либо негативные, или все сразу, если можете. То есть, встали, не хотели заниматься, представили себе, что с вами будет. Спросили себя, хочу ли я такого? Нет. Начинаем работать. Представили себе позитивный образ, что вы сможете делать благодаря этому прощению. Спросили себя, хочу ли я этого? Да. Начали это делать. И только так, поиском работы в мотивационной сфере, приданием новых смыслов того, что вам нужно делать, подбор более подходящего мотива именно для вас, для каждого конкретного действия, и решится проблема мотивации, ну скажем так, в одном направлении. Направление более просто. А теперь, немножечко про более сложный момент, это момент связан с вниманием. То есть, почему происходит замыливание? Вот того, что нам нужно сделать. Почему мы думаем, ну вот нам нужно сделать, да? Ну вот, ну может не надо, может вот не сегодня, может завтра и так далее. В общем, мы отвлекаемся. Мы переносим свое внимание на что-то другое. Например, мы не хотим делать что-то. Допустим, допустим, мы не хотим заниматься. И мы уже подсознательно переводим плоскость своего внимания в сферу оправдания. Почему мы не будем делать то или другое. Но при этом, из самого поля внимания, вскользает, собственно говоря, первичная цель. То есть, занятия. Они уходят из нашего внимания, мы думаем уже не о них, а об чем-то другом. Конечно, периферийном. Конечно, смешным, но другом. И вот этот момент, когда наше внимание переключается на что-то другое, нужно сразу же пресекаться. Не позволяет, чтобы фокус внимания в центре его занимало что-то другое, кроме занятий. Заниматься нульно нужно. Все. Больше ничего вас в этот момент не беспокоит, не приводит, не отвлекает. Хотя очень хочется. И если вы научитесь сужать свое внимание до конкретной цели сделать то или иное, то, во-первых, вы не будете позволять себе пропускать занятия. И во-вторых, что важнее, после трех-четырех таких вот автоматических, ну скажем, насильных занятий, ваше тело привыкнет к тому, что в определенное время вы завершаете определенные поступки, определенные действия, это породит привычку и привычка у вас устоится, укоренится. В результате чего, собственно говоря, вы уже в большей степени на автомате можете выполнять те действия, которые нужны. То есть, усилия сознания, усилия внимания, концентрация внимания пригодится вам только на первых этапах, на первых разах, на первых порах. А дальше вы уже будете легче это делать, потому что тело запомнит движение. Желательно, конечно, чтобы упражнения делались в определенное время, в одной и той же обстановке, может быть даже по музыку одну и ту же. То есть, составить для себя как можно больше условий для того, чтобы вам было легче, чтобы у вас было больше ассоциаций, связанных с тем, что вы делаете. Например, вы слышите музыку, под которую вы тренируетесь, и вы уже чувствуете, как ваше тело испытывает потребность начать, допустим, качаться. Так, пример привожу. Вы этого не делаете, но вы испытываете потребность. Рефлекс. Вот именно рефлекс вам и нужно выработать. И пока он будет вырабатываться 3-4 раза, потребуется усилие внимания. Тут вам поможет только самогонтроль и предварительная работа с мотивами, о которой я говорил ранее. Вот, примерно так и решаются ваши проблемы. Что же касается ожидания благоприятного времени, периода, то я бы ждать его не стал. Потому что, если человек нашел один раз оправдание для того, чтобы что-то не делать, он будет находить их всегда. Сегодня это усталость, завтра это дети, послезавтра что-то еще. Всегда будет оправдание. И в конце я хотел бы привести вам такую поговорку, пословицу, может быть, вы ее слышали, но она, мне кажется, здесь уместна. Есть тысячи причин, чтобы что-то не делать. И они все иллюзорны. Как многолики иллюзии и ложь. И есть только одна причина что-то делать. Как одинокая истина в нашем мире. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь и я вам еще помогу. А пока надеюсь, что мой ответ вам помог. Помог. Спасибо. Продолжение следует...